Руководство практикой в общественном объединении. Второй видеоурок. Знакомство с методом практики в общественном объединении. Часть первая. Метод. Обучение через опыт. Основная идея практики в общественном объединении состоит в том, что молодые люди в течение 10-15 часов участвуют в деятельности самостоятельно выбранных организаций, выполняя посильную и интересную для себя и нужную для организации работу. В объединении есть руководитель практики, наставник, который поддерживает молодого человека во время практики. Учитель в школе помогает молодому человеку проанализировать полученный опыт после практики. В сотрудничестве руководителя, молодого человека и учителя теоретические знания объединяются с практическим опытом. Для того, чтобы опыт стал обучающим, необходимо вначале поставить цели, а в ходе деятельности и после ее окончания проанализировать их достижения. Практике предшествует подготовка и в школе, и в организации. Практический опыт завершается анализирующим уроком в школе. Это создает молодому человеку единую и четкую картину для осмысления приобретенного им опыта. Осмысленный в теории и практике опыт и есть учебный результат практики в общественном объединении. Во время практики практикант ведет дневник. Это его рабочий инструмент для анализа и закрепления опыта. По завершении практики руководитель записывает в дневник характеристику и подтверждает своей подписью, что ученик прошел практику. Дневник практики можно найти на сайте программы. Сотрудничество трех. Практика в общественном объединении, как и обычная практика по специальности, является партнерством трех сторон. Каждая из сторон имеет свою роль и ответственность. Если задача молодого человека состоит в том, чтобы научиться видеть себя активным членом общества и понять суть гражданского общества, то роли учителя и руководителя заключаются в том, чтобы направлять и поддерживать в этом молодого человека. Скорее направлять, чем вести. Задача учителя – развивать у молодого человека умение учиться, а задача руководителя – дать возможность погрузиться в ту тему, где действует его организация. Время. Период прохождения практики изрядно варьируется по школам. В основном школа определяет время начала и конца периода практики. Внутри этого периода ученик и руководитель планируют время практики на свое усмотрение. Неплохо разделить 15-часовую практику на 2-4 недели, по 3-5 часов работы за один раз. Но практикант и руководитель всегда могут договориться о другом графике. Практика может быть и более продолжительной, если практикант и руководитель об этом договорятся. Например, необходимо закончить задание или же сложились хорошие доверительные отношения, и практикант желает внести больший вклад в деятельность организации. Практика может перерасти и волонтерство, и даже постоянные трудовые отношения. Часть 2. Зачем участвовать в программе? Для чего вовлекать? Перед началом практики нужно ответить на вопрос «Для чего я хочу вовлечь молодежь, принять практикантов?». Если это принесет пользу, то какую? Какие новые ценности для вашей организации вырастут из этого опыта? Что важного появится в жизни молодых людей благодаря практике? Например, для фестиваля «Пёв» важно открыть молодежи большой мир кинематографа, передать свою любовь к авторскому кино. При участии в организации фестиваля у молодых людей просыпается интерес к миру кино, что в свою очередь пробуждает желание приобщиться еще больше и стать частью огромного мероприятия. «Пёв» – это самый большой кинофестиваль в Северной Европе, и я занимаюсь его организацией. Я проверяю билеты, и я – часть команды». А молодежный центр в местечке Юлия Нурме принял гимназистов, чтобы они вели кружки по интересам для малышей. И приводили сверстников, тем самым оживляя повседневную деятельность центра. На организованную ими фотомастерскую действительно пришло очень много людей, новых ребят с их друзьями и родственниками. Таким образом, информация о молодежном центре разлетелась намного быстрее среди местных жителей и увеличилось доверие к центру. Что правда, то правда. Действительно нужно проверять билеты, очищать природные тропы от камней, таскать коробки, сортировать продовольственные пакеты. И это конкретные задачи, которые помогают осязать опыт практики. Обязательно нужно помочь молодым людям понять результативность их работы, помочь осознать «я приношу пользу». Роль руководителя практики. Самая ответственная задача руководителя – предложить молодому человеку практический опыт, который поможет ему осознать себя активным членом общества и хорошим гражданином. Поскольку для многих молодых людей это первое соприкосновение с общественным объединением, то получение опыта в безопасной и доверительной среде подбодрит их к участию по собственной инициативе и в будущем. Руководитель играет важнейшую роль в том, чтобы предложить позитивный опыт, как можно внести свой вклад и что это может быть посильно, интересно и полезно. Познакомить со своей организацией и рассказать о проблемах в обществе, которые она решает. Рассказать и о других подобных организациях в Эстонии и мире. Поддержать и принять практиканта наилучшим образом, чтобы он чувствовал себя нужным в вашем коллективе. Найти деятельность, которая будет полезна и практиканту, и организации. Наставлять практиканта при планировании этапов практики, их реализации и анализе. Помогать молодому человеку находить ответы на вопросы, связанные с практикой. Помочь рассказать о практике в прессе и социальных сетях. Оптимальное количество практикантов на одного руководителя – от одного до пяти человек – зависит от характера заданий и личного времени руководителя. Поскольку на одну школу в регионе приходится несколько общественных объединений, и молодежь выбирает исходя из своего времени и интересов, то не стоит беспокоиться, что к вам явится весь класс. Принимая практикантов, проследите, чтобы заданий хватило каждому в предусмотренный срок. Часть третья. Что характеризует метод практики в общественном объединении? Практика в общественном объединении является связующим звеном между школой и остальным обществом, которое объединяет людей своего края. Для того, чтобы в результате сотрудничества молодой человек стал осознаннее и обогатился новым опытом, руководителю нужно продумать о трех важных элементах – основных составляющих метода практики. Это деятельность, обучение и процесс. То есть в ходе практики обучение проходит посредством деятельности, эффективность которой обеспечивает процесс, обязательно учитывающий потребности молодого человека. Деятельность. Имеет определенные критерии. Начало и конец. Четко измеряемый результат. Полезно для вас. Соответствует интересам молодого человека и предлагает возможности для развития. Деятельность должна быть достаточно разнообразной, чтобы практикант получил представление о том, чем занимается ваша организация, для чего она это делает и какую пользу это приносит обществу. Работа вашей организации должна дать молодому человеку возможность ощутить себя активным гражданином и получить опыт предприимчивости. Будучи руководителем, подумайте о том, где в вашей сфере и организации он может сам увидеть потребность. Найти подходящее решение и самостоятельно притворить его в жизнь. Чтобы не получилось так, что все действия распланированы заранее до мелочей и молодой человек придет просто их исполнять. Практика в общественном объединении учит быть хорошим гражданином. Роль руководителя состоит в том, чтобы предложить молодому человеку практический опыт, с помощью которого он сможет осмыслить себя как хорошего гражданина. Здесь важно отдать ему ответственность за свою практику. Как руководитель постарайтесь его лишь направлять в постановке целей и по ходу дела отзеркаливать, что он делает и для чего нужно то, что он делает. Есть риск сфокусироваться только на получении новых навыков. Делай это и будет опытом. Однако, чтобы учиться на опыте, важно связать его с предыдущими знаниями, умениями и установками, и потом оценить их в новой ситуации. То, что человек сумеет использовать в будущем все, чему научился, и есть показатель удачного обучения. Очень важно при этом зафиксировать, что человек узнал о себе и что он предпримет с этим знанием в дальнейшем. Изменятся ли его установки и поведения после прохождения практики? Если говорить о становлении хорошим гражданином, то важен процесс, на протяжении которого мы поддерживаем мотивацию молодого человека и желание действовать самостоятельно. От того, насколько мы поддерживаем его при принятии ответственности, зависит, какой образ хорошего гражданина сложится в его представлении. В какой мере он почувствует после практики, что хочет вносить свой вклад и в дальнейшем, и быть активным гражданином. Подумайте, как именно практикант должен проявлять активность? Молодые люди очень разные, некоторые стесняются, некоторые не умеют или даже не знают, как это делать. Как привлечь их к деятельности, как постепенно передать ответственность, когда и что начинать, выбрать более узкую или широкую область действий. Но стоит помнить, что не каждый молодой человек готов к самостоятельным действиям, и не каждый сможет раскрыться. Социальный нерв может обнажиться годы спустя или вообще никогда. Тем не менее, уважение, заботы, поддержки и наставничество заслуживает каждый. Часть 4. Критерии успешного опыта. Руководители практики ответили на вопросы так. Ожидания школы, ученика и руководителя ясны и прозрачны. Хорошая подготовка в школе. Молодые люди знают, зачем они проходят практику и что такое гражданское общество. Общественное объединение знает о целях и учебных результатах практики. Практиканты определили свои цели до начала практики. В ходе практики учатся общаться, договариваться и соблюдать соглашения, аргументировать, принимать участие и вовлекать других, давать и получать обратную связь. Практикант может развивать интересующее его направление, а не только выполнять задания, полезные для организации. Как минимум один вид деятельности во время практики должен быть доведен до конца. У него должна быть конкретная цель, которой нужно достичь. Практика имеет четкие начало и конец. Для практиканта это важный и уникальный учебный опыт. Результат можно считать особенно удачным, если молодой человек начинает действовать по своей инициативе. После практики его установки и поведение изменяется, он станет более активным членом общества, заботливым и внимательным человеком. Он может даже остаться в организации в качестве постоянного волонтера или пойти волонтером в другое место, участвовать в принятии важных решений на местном или государственном уровне. О видеокурсе. Вы посмотрели второй видеоурок видеокурса по руководству практикой в общественном объединении. Если первый видеоурок дал обзор программы, второй видеоурок подробно познакомил с методом практики в общественном объединении, то третий видеоурок поможет подготовиться к практике и провести первые встречи с практикантами. В четвертом видеоуроке будут даны советы, как направлять практиканта во время практики и завершать опыт. Последний, пятый видеоурок резюмирует, как эмпирическое обучение помогает становиться хорошими гражданами. eokodonic.ee slash kogukonna практиka Данный видеокурс по руководству практикой в общественном объединении был создан на базе одноименного курса Кристи Юристо. Продолжение следует... Продолжение следует...